Продолжаем выпуск. Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Официально в России зарегистрировано около 5 миллионов больных с сахарным диабетом. Еще столько же людей могут не знать о своем заболевании. Диабет может привести к инсульту, нарушениям зрения, проблемам с сосудами, переломам. Существует, кстати, такое понятие, как преддиабет, который в отличие от диабета, обратим. О том, как избежать данного серьезного заболевания, в следующем сюжете. Диабет относится к печально известной группе заболеваний, связанных с образом жизни. Раньше патология диагностировалась и описывалась в медицинской литературе как болезнь пожилых людей. Сегодня она атакует все более молодых людей и даже школьников. Согласно информации ВОЗ, число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в 4 раза. Сахарный диабет — это нарушение функции поджелудочной железы, который выделяется гормон инсулин, который контролирует в крови глюкозу крови. Как правило, бывает сахарный диабет первого типа и второго типа. Чаще всего встречается, конечно, второго типа. Согласно результатам исследований, больше половины россиян не знают о том, что сахарному диабету второго типа предшествует преддиабет. При этом страдает от него почти 20% населения. Кроме того, каждый второй человек с сахарным диабетом второго типа, инсулино-независимый, даже не знает об этом. Сегодня полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать. Чтобы жить полноценной жизнью, стоит придерживаться легких правил. Правильное питание, образ жизни, особо не увлекаться алкогольными напитками, жиросодержащими продуктами в плане этого. Вот майонезы, жирные молочные продукты, хлебобулочные изделия, сладости, шоколады, пирожные, мороженое. То есть вот такое вот все. Таким образом, простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются эффективными для профилактики сахарного диабета второго типа. Но если вы чувствуете сильную жажду, постоянное ощущение голода, зуд кожи, замечаете появление воспалительных элементов на коже и чувствуете запах ацетона в выдыхаемом воздухе, то лучше не медлить и обратиться к врачу.